В чем я уважаю вьетнамцев, то что даже старенькие вьетнамцы, вот видите, дедушка, он очень старенький, весь горбатенький, но несмотря на это, он не просит подаяния, а ходит, собирает, сортирует мусор. У него здесь бумага, у него здесь железки. Я, кстати, ребят, когда была маленькая, мы тоже с подружкой собирали макулатуру и складывали, всякие там картонные коробки по магазинам собирали, складывали их в подъезде, чтобы разрезать, распасовать под пачечком. И однажды мы их так спасовали, раскидав их по всему подъезду, и шла наша соседка с верхнего этажа, и подскользнулась на этой картонке, и упала прямо на копчик, на бетонную эту лестницу. Каким трехэтажным матом она нас обложила. И, в общем, с тех пор мы перестали собирать макулатуру, уже, знаете, уже настроение было не то. А посмотрите, какая красота! Я еду во Вьетнаме, город Ни Чан. С нами, помните, как у нас было в советское время до сих пор? Сдают и принимают макулатуру. И вот они в большие грузовики грузят в конце дня, а дедушки и собирают. Вот как раз подвозят очередную партию макулатуры и там еще что-то. Видимо, это сортировочный мусорный центр. Сколько макулатуры насобирали, целый грузовик. Умнички они все-таки такие умнички, трудяги, все трудятся. Одна бабулька сидит сзади и одной ногой крутит педали, другая сидит на седухе и крутит... Короче, одна левая и другой правой. Я вообще не случайно, не сразу поняла, что это был за прикол. Ой, сейчас переключились. Ребята, мы приехали в самое достопримечательное место Ни Чанга. Это фавела, где живут местные, причем такие прикольные товарищи. И сегодня... Посмотреть, как живут местные, что они делают, что они едят, чем занимаются. Здесь у всех открытые дома, дворы. Как это подъезжать, чтобы не полить? Вон, смотрите, пока ножки там сейчас вошли. То есть, вот это обычный дом, и он открыт, они вообще не закрывают двери. Вон там все эти шкафы, буфеты. Сидят, наслаждаются жизнью, танцуют. Не знаю, что-то они там делают. Они там смотрят, у них трансляция. Hello! Там какая-то трансляция идет. Даже в фавелах они мусор убирают. А там кто-нибудь мусор уберет, и все, он заберет. Смотри, какая черная жижа в канализации течет. Но попахивает здесь, кстати, больше, чем мусора. Такой дурной! Дурашка! Нашел бумажку. Я не знаю, зачем они куриц сажают, такие штуки. Наверное, на продажу, бедные животные. Сейчас, ребят, такая жара стоит под 40 градусов. Всем жарко, собачкам жарко. Особенно таким черстявым. Вот снова курица прямо вдоль у них курица в клетке. Не знаю, чем он ее кормит даже. Смотри, поет, кормит ее. Как интересно. Богатому тут целый гараж. Здесь стоит машина. У них очень дорогие машины с огромными налогами. И позволить себе могут только очень богатые люди. Сейчас нас, наверное, будут кусать. Да он еле дышит, как гняга. Дружки нагрузились. А тут не видно будет, потому что там темно внутри. Если бы там был свет внутри, бы я бы видна. Чувак просто лежит, дверь распахнута. Прямо тут тротуар, улица, он отдыхает. Ну, вообще, взят они, не парятся. Тут какие-то сиропчики дают. Не, я пока не пил. А тут, ребятки, отдыхают. Вон уже целый тазик. Уже целый тазик вон насосали. Насосали целый таз приваса. Хорошо отдыхают. Вечер, субботы. Могут себе позволить. Салон красоты, где в племушке чисто. С фонариками, с шахтерскими на головах. Это часть города Ничанг. Но это как маленькая деревня. Тут люди, в принципе, давно живут. Все друг друга знают. Знают, у какой бабульки вкусная побожка. А у какой волосы в лапше. Вот тут тоже у них еда. Прямо в доме там телек стоит. Вот тоже в доме еда. Ну, прикольно. У них тут прямо, вот, вот, прям, ребят, это просто дом. Hello, hello. А, у них, думаешь, это кафе. Тоже хотим присоединиться. Но пока что нет, да? Тут сходит мойка всяких овощей. На фабошку, там, на супчики. Тут вот они едят. Ну, тут они посуду сразу же моют и потом на стол ее ставят. Прикольно. А тут же массаж ножек сделают. Многофункциональность. И детки тоже все едят палочками. Прямо с самого раннего возраста. Видите, все с палочками. Ма прям очень-очень старые, как в Индии, как-таки обшарфанные, внутри темно, грязненько. Видимо, вьетнанцы тоже не особо прихотливые в этом плане. Особенно такие деревенские ребята. Куда мы идем? Наша конечная дочка. Мы идем, как обычно, с едой. Что за еда? Стики райс с различными наполнителями. Ну, очень часто раньше, когда у нас был бак ездили к этой бабушке, у нее продается очень вкусный клейкий рис. И интересно, мы приехали спустя 4 месяца, или сколько, 3 месяца, 4, узнает она нас или нет? Она сидит? Даже я ее не могу узнать. Я буду очень узнать, она все знает. Hello! Hello! Нет, узнала. Смотри-ка, Маковка узнала. Да, мы всегда берем без мяса. Интересно, она вспомнит или нет? Я думаю, да. Вот она, наша Маковка. И греется. Вот это клейкий рис разноцветный. А это она, наверное, еще девочкам накладывает. А это соя. Вареная соя. Она делает девочкам, девочкам. Вот тут вот они пьют из общего ведра. Я даже не знаю, водопроводная это вода или нет. Просто вода. Подняла крышку, взяла общий стакан, попила. Поставила обратно. Хочешь так же. Подняла крышку, взяла общий стакан, У меня тут всякие добавочки, которые они добавляют, есть мясо, а есть просто орешки, кокос и соусы, острые, если сладкие. У нее здесь всегда много покупателей, потому что у нее очень вкусно все, она вот здесь просто в закутке, в какой-то переулочке. Ложку положила, ну верни ложку, верни, верни. Кстати, вот если сейчас мы приедем второй-третий раз к этой бабушке, она вспомнит, что мы заказывали, я думаю, да, и уже без вопросов нам положит, потому что в прошлый раз она очень быстро все запомнила, и, видя нас, уже накладывала, что мы хотим. Парикмахерская, стригут тоже в ушах, в ушах ковыряются, стригут. Да, мужская парикмахерская. А здесь соки всякие делают и джусики, и вот тут тоже соки и джусы. Да, мы здесь авокадо-джусь брали. Hello, hello, она нас тоже узнала. Нас сложно запомнить, забыть. Тоже какое-то жорево бесконечное. В первый раз вижу, что мужчина делал еще такой милый, с сигареткой, что-то там разливает. А, это с морепродуктами, такие блинчики маленькие. Главное, случайно фипел не стряхнуть в еду, да? Да, вот там. А, thank you, thank you, thank you, sir. Весь сидит этим тестом, обляпался. А ножницами он отрезает эти хвосты, а яичко туда и крышечкой закрывает. И они будут жариться, готовиться. Игорь, у дядьки-то не зажженная. Ну и шанс дожжет, не переживай. Это конструкция, люди сидят как бы на крыльце, а снизу у них тут еда располагается. Это дом, дедушка кушает у телевизора. Уровня бог, когда прямо на тротуаре ставят машинки, просто у них здесь совсем нет мест для парковки. Видите, все на тротуарах паркуется. Никто их за это не штрафует. А вот еще одна машина тоже прямо на тротуаре. Ну а где еще стоять? Не посреди же улицы. Конечно, в городе зелень, и так они, видите, в кадушках ставят просто деревья, чтобы хоть какой-то зеленухой была. Вот такое вот озеленение по Вьетнамскому. Там в тротуаре сделали такую выемку, и растет папайя. В караоке тайм. Прямо рядом с магазином. Ребята просто выставили стол, прям вот там, видите, рядом с магазином. У них, видимо, дом. Они что-то отмечают, и тут каждый вечер они устраивают караоке. Пьют, едят и поют. Блин, я бы не хотела быть соседями этого дома. Сказать вам, как вьетнамцы отмечают праздники или просто выходные. Вот это одна из очень популярных вьетнамских местных забегалов. То есть, вы понимаете уровень? Здесь вообще занято абсолютно все. Они сидят, едят. Вон у них, видите, у каждого есть мусорное ведро, и они туда кидают очистки. Всяких морепродуктов и прочего. Пивасик все сидят, пьют. Ну, прикольно. Вот здесь можно выбрать... Это, кстати, морские водоросли. То есть, уровень свежести будет моментально приготовлен. И тут цены, кстати, за килограмм. Опа! Как вы понимали, здесь все живые, живые морепродукты. Девочка, вот малышка, хочет тоже, наверное, чего-то. Тянет ручонки. Мама, дай краба. Здесь они выбирают, им готовят, и они вот туда уходят и там кушают с пивасиком. Ребята, вот вы говорите, что мы изможденные. Я сейчас скажу, что мы скоро коньки откинем. А я сегодня утром навернула, наверное, километров 8 до северного пляжа в Ничанге. И сейчас на юг города еще километров 10, наверное. Кажется, что немного, но на 40-градусной жаре, поверьте, нормально. И ничего, живые. Так что не надо ля-ля. Ты можешь на улице сказать, что мне булочку. И она возьмет вот так рис тебе и вот в этот хлебушек вот так положит. Сверху польет маслицем с луком там и какими-то приправами. Положит тебе колбаску, и ты вот так вот это дело... Ой, у тебя чилище так хрустнуло. Все нормально? Будешь кушать? Вкус! Очень такой интересный, островатый, соленый. Чувствуется рыбный соус, жареный лук. Какая-то типа зеленушка, сильно чувствуется кокос. В общем, очень интересная уличная еда. Всем рекомендую, не проходите мимо. Всем счастья, здоровья, любви. Ням-ням. Моголи дерево. Ням-ням. Всем, всем, всем. Мы приехали в какой-то порт. Нет, не порт, здесь что-то строится, да? Ну, это просто местный райончик, где строят набережную. Отбойник строят здесь. Здесь местные люди живут, у них прям выход к воде. Да, и вот здесь типа такого, как это сказать, фавелы, да? Они кушают, сидят тут же дома. Вот дедушка сидит в очень старый какой-то полуразрушенный дом, но там внутри стоит плазма. Дедушка там лежит на кроватке, вот его ножки. Я хочу снять, что она там готовит. Ну, пройди мимо и снимай. Она готовит куриные лавки. Они еще их так разрезали, там внутрикосный мозг прям видно куриный. Чтобы высасывать и услаждаться. Да, они будут их посасывать. Девочка! Гел! Гел! Они думают, что я мальчик. Они думают, что я мальчик. Хелло! Хелло! Хелло, Усмина! Хелло! Хелло! Я желаю вам хорошего дня и хорошего счастья! Швентака! Швентака! Я не знаю, что я. Такие они милашки. Бабульки не поняли, кто я, мальчик или девочка. Так смеялись малышки. Ха-ха.